итак мы сейчас в лесу не просто так у нас сейчас экспедиция за корягами для пруда вот так добываются декорации для всяких странных проектов которые мы делаем этот мох плагиомниум очень хорошо растет во флорариумах вот тоже неплохой мох для флорариумов называется атрихум тоже хорошо живет тоже можно прям брать подложкой и помещать внутрь быстро вянет но и быстро набирает воды также как плагиомниумы все как всегда начался дождь да только это этот мухомор был бежим сейчас за машиной попробуем проехать в лес сюда чтобы набрать коряг здесь ну что да у нас сел аккумулятор да мы стоим здесь и грустим красота русских полей борщевик и у нас сдох аккумулятор но это знаете как всегда бывает он нам подавал несколько сигналов но сдох именно тогда когда полил дождь именно тогда когда мы стоим черти где ну благ здесь едет много машин сейчас мы будем искать кто нас прикурит ну в общем история заказа кончилась благополучно нас прикулили пока не будем глушиться пойдем дальше господицы за корягами а дети все еще пытаются поймать кузнечиков мы снова в лесу вот это вот кукушкин лен то он во флорариумах не живет хотя очень красивый новый фильм ужасов человек с бензопилой приглядели мы тут коряжку что-то тяжко снили милый бонус набрели на полянку голубики вернее черники в общем похоже мы не просто любим свою работу мы вообще еще и любим жизни приключения и в общем мы сейчас выкапывались объехали местные леса вот пока я собирала ухи для нового еще одного проекта гоша выкапывал машину красота рейд по лесам подмосковье закончен что дети как вам хорошо дети радуются что мы едем домой наивные потом из этого будет организовываться красота вот скрытая реклама люраа мерлен собственно наш прудик сейчас уже здесь почти красиво вкопано пруд положен сфагну на самом деле он уже лежит неделю ему уже получше сегодня нам надо разложить декорации и закрыть борта и посадить растения пень еще пни это вот то что мы вчера копали тоже было бы все просто на самом деле здесь копан пруд пластиковый положена прудовая пленка и этот пруд обрезан на самом деле там приличная глубина пруд был большой примерно 4 на 3 метра и сейчас ребята делают соединение с дренажным колодцем вот он здесь за Гошей вот здесь он и сейчас туда будут прокладываться шланги здесь будет еще автодолив установлен ну то есть будет такая система что если будет жарко то сюда будет доливаться вода а если будет переливаться дождем то вода будет уходить автоматически безусловно здесь будет не только хищные растения хотя мы набрали здесь как нам вчера казалось огромное огромное количество но по факту кажется что их мало вот чтобы вы понимали здесь растений на 30 тысяч вот три коробки в основном конечно взяли сарацени потому что сарацени хорошо живут в таком климате ну в нашем климате и под укрыванием они точно выживут вот ну взяли еще несколько мухоловок ну просто потому что без них нельзя но вообще как бы мухоловки в нашем климате себя чувствуют не очень ну а теперь ждем когда монтаж здесь закончится так мы примерно расставили декорации сейчас все это надо будет обсыпать и еще поедем на рынок за прудовыми растениями здесь недалеко очень классный рынок на эту тему вот это вот у нас второй дренаж ну вернее вот это второй дренажный колодец и нам надо соединиться с ним потому что здесь собственно находится дренажный насос сейчас ребята пошли в поисках стремянки и будут прокладывать шланги соединять все это мы кстати маленький себе тоже на даче вкопали но конечно он такой знаете пока номинальный здесь гораздо больший размер пока конечно выглядит как завал но так всегда в начало и конец выглядит совершенно по-разному я тебе скажу когда да может наверное даже много тянуть еще еще смело тяни еще стоп вперед сантиметров 20 еще чуть-чуть так еще чуть-чуть так все я его вижу сейчас я попробую его схватить ага так ну пока наверно вылезай давай стоп вылезай насос поднять надо здесь у нас монтаж розеток вернее она здесь была мальчикам этого было недостаточно они решили что здесь надо несколько розеток с нормальным заземлением накачали немного воды пока ребята там настраивали электрику гоша тоже уже почти собрал эту адскую конструкцию переливные фитинги ну пока так посмотрите какая глубина но хозяин мечтал искупаться здесь на свой день рождения но будем надеяться у него получится хотя бы сюда сесть вот эта вот труба она ведет в дренажный колодец и ведет в резервуар с дождевой водой откуда вода будет браться и каждый день по таймеру доливаться в болото вот излишки воды по той же трубе будет потом стекать обратно вот этот отводок это будет система автополива вокруг всей этой конструкции будет лежать такой 16 миллиметровый шланг вот и в нужных местах в него будут воткнуты капельницы и сплинктерные форсунки для распрыскивания воды вот тоже будет включаться по таймеру раз в день ну или два там посмотрим все доливается ну собственно можно выключать потому что нам туда еще внесли проставили примерное растение пока которое есть из хищников ну вот собственно маленькие срацени но это гибриды пурпуреи веноза вот и в основном всякие гибриды леукофилы тут и с красными кувшинами и с белыми кувшинами в основном старались выбирать растения которые а мы еще посадим мухоловки но мухоловки это конечно такая тема не знаю может быть будем зимовать их потому что скорее всего они зиму не перенесут старались выбирать растения с большим количеством точек роста обрезанные кувшины это потому что они лечились от клеща у поставщика вот такое иногда бывает они тоже болеют вот и соответственно выбирать тоже надо положение растений в зависимости от освещения то есть здесь у нас свет будет идти ну грубо говоря там где мухоловки самое яркое место дальше идут места с срацениями там вот угол куда просится что-то высокое там практически нет освещения поэтому туда мы будем выбирать какую-нибудь ну явно садовую ботву которая тоже требует хоть света но для нее это может быть не так будет фатально и она там не зависит от этого красный цвет или не красный цвет ну и смотрим зеркало воды у нас здесь ушла почти тонна песка чтобы сократить этот водоем изначально этот пруд был 3 на 4 метра нам даже заказчики говорили ой 3 3 на 2 что ли в общем заказчики боялись что он не влезет ну вот как мы видим в итоге получилось не так много ну как то так пока купили садовые огородные подводные прудовые в общем корупили мы растения вот кувшинки две и вот это все нам еще предстоит сейчас разместить но это будет еще не все посадили уже водные растения сейчас коряги располагаем в нужных местах и будем сажать сушняк и так мы уже все посадили сейчас мы же не можем все это так бросить сейчас мы устанавливаем автополив слив у нас находится вот здесь вон там вот видите черный такой торчит фитинг вот и там же перелив уровень перелива сейчас вода видите стоит даже по мхоловку вот сейчас ребята закопают какую-то трубу и вставят где где будут работать капельницы где будут работать не знаю назовем это форсунками вот ура мы доделали ура 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 нет в общем здесь у нас да ура 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 здесь сделаны соответственно форсунки по ну кое-где в капельнице кое-где форсунки уже работает автополив сейчас ребята ставят таймер и все будет по часам ну соответственно ждем когда все это зарастет сейчас мы еще поставим фонарики для того чтобы вечером все это красиво подсвечивалось будет вообще идеально вот осталось посмотреть как будет все это зимой в общем хищное болото реализовано куча нервных клеток куча пару поездок в лес и вы можете получить такое ну либо заказать у нас всем пока с вами были Георгий ну и как всегда за кадром я Мария Короленко а